Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, участники, гости форума, глубоко уважаемый Президиум. Позвольте представить вашему вниманию свою презентацию. Конфликтов никаких у меня нет, зато есть масса интересов. И один из них – это исследование удаленного желудка по поводу рака. И прежде чем я расскажу о нем, я предлагаю коротко остановиться на классификациях. Есть классификация поминго, грубо делящая раки желудка на два типа – экзофитный и инфильтрирующий. Есть классификация Всемирной организации здравоохранения 2010 года, которой мы пользуемся в своей работе. Она гистологическая. И есть классификация лорена, она достаточно старая, которая занимает промежуточное положение между ними, делит раки желудка на кишечный, диффузный и смешанный тип. Не удивляйтесь названию кишечный, потому что он так называется в силу сходства опухоли кишечного типа с опухолями толстой кишки. То есть это экзофитно растущие опухоли. Диффузный тип, по сути это перстневидно-клеточный рак, при котором мы видим диффузное утолщение стенки желудка. И смешанный тип объединяет в равной степени предыдущие два. Есть классификация по Ворману, 4 типа всем известные. Есть классификация Японской ассоциации по изучению рака желудка, объединяющая 4 вормановских типа, и эндоскопическую классификацию. Мы пользуемся ей, потому что она позволяет описывать опухоли и при исследовании макропрепарата желудка, и материал, полученный методом диссекции в подслизистом слое. Также есть молекулярно-генетическая классификация. Я полагаю, что многие видели эту иллюстрацию. В этой классификации все раки желудка подразделяются на 4 типа, в зависимости от тех генов, в которых происходят генетические и эпигенетические изменения. Они различны для разных типов рака, и выявление определенных мутаций, хоть и является негативным прогностическим фактором, но позволяет подбирать таргетную терапию. Основываясь на их понимании. Есть несомненные успехи в этой области, но тем не менее, все же основными прогностическими факторами являются характеристики самой опухоли. Это хорошо видно на графиках. Это кривые выживаемости в зависимости от стадии. И общей стадии, и стадии по Т, и по М. Итак, перейдем к патоморфологическому исследованию. Оно состоит из двух этапов – макроскопического и микроскопического. На макроскопическом этапе мы пользуемся протоколом Американского колледжа патологов и рекомендациями Японской ассоциации по изучению рака желудка. Но, к сожалению, в нашей стране наших утвержденных протоколов не существует, поэтому мы пользуемся вот этими рекомендациями. Итак, прежде чем приступить к вырезке, необходимо адекватно подготовить макропрепарат. В первую очередь мы осматриваем удаленный макропрепарат вместе с хирургом, проводившим оперативное лечение. Это является очень важным этапом в нашей работе, так как именно хирург может помочь в детекции групп лимфоузлов, обратить внимание на те или иные индивидуальные особенности и поставить те задачи, которые не входят в рамки стандарта. Необходимые измерения производятся на нефиксированном макропрепарате, так как после фиксации в силу различной сократимости тканевых структур могут измениться размеры. Вскрытие желудка производится по большой кривизне. Если же опухоль находится именно на большой кривизне или близко к ней, то есть альтернативный маршрут. Можно вскрыть желудок по малой кривизне. Затем макропрепарат раскалывается на планшете и подвергается фиксации. Фиксация обеспечивает стабилизацию тканевых структур и их уплотнение. Мы используем стандартный 10% раствор формалина, который обладает высокой диффузионной способностью, что позволяет ему достаточно глубоко проникать в ткани. Но действие его зависит от плотности тканей. Рекомендуется фиксировать макропрепарат не менее 24 часов, но практика показала, что лучше увеличить это время до 48 часов. Хотя, конечно, это ведет к увеличению срока исследования, но хорошо фиксированный макропрепарат удобнее вырезать, так как на хорошо фиксированном макропрепарате слои стенки желудка в меньшей степени смещаются друг относительно друга. А это имеет чрезвычайно важное значение, так как в гистологический препарат должны попасть все слои стенки, для того чтобы впоследствии патолог мог достоверно оценить уровень инвазии. На фотографии слева это пример неадекватной фиксации, недостаточной. Вы видите, что участок стенки желудка оценить невозможно, слоистая его структура нарушена. И на фотографии справа хорошо фиксированный препарат, стратификация сохранена. После фиксации производится вырезка материала. Это вообще очень логичный творческий процесс, который строится по определенному алгоритму. И зависит он от типа и локализации опухоли. Если опухоль расположена достаточно близко, менее чем в двух сантиметрах от одного из краев резекции, то в работу берутся фрагменты стенки желудка с опухолью и этим краем резекции перпендикулярно ему. Это на левой фотографии можно видеть в желтом прямоугольнике. Если же опухоль расположена достаточно далеко от краев резекции, то они забираются параллельно краям, и опухоль уже берется в виде пластин без непосредственной связи с краем резекции. Опухоль кишечного типа, еще раз напомню, то есть та, которая выглядит как узел или как инфильтративное язвенное поражение, забирается в виде пластин с захватом макроскопически неизмененной стенки желудка для того, чтобы можно было оценить фоновый процесс, интермуказальное распространение опухоли. Опухоль диффузного типа, то есть когда имеет место диффузное уплотнение стенки желудка, вырезается следующим образом. Из всех участков, из всех отделов желудка забираются участки стенки. При исследовании макропрепарата от пациента, получившего неоадьювантную полихимиотерапию, есть свои нюансы. Опухоль берется в работу тотально, вырезается в участок стенки желудка и затем нарезается через каждые 3 мм. Исследуется тотально. Это делается для того, чтобы впоследствии в гистологических препаратах можно было оценить процент жизнеспособной опухолевой ткани. И так как опухоль подвергается лечебному патоморфозу неравномерно, соответственно, она должна быть исследована вся. На этом и основан принцип градирования лечебного патоморфоза. Вырезка лимфоузлов по группам осуществляется в соответствии с японской классификацией при помощи хирургов. Есть большой смысл в том, чтобы не вылучивать лимфоузлы, а забирать их вместе с прилежащей жировой клетчаткой. Имеется работа японских авторов по негативным прогностическому значению распространения опухолевых клеток, которые не являются частью непрерывного распространения. Выделяют три их типа. Это отдельные рассеянные опухолевые клетки в жировой клетчатке, опухолевые эмболы в лимфатических сосудах и выход метастаза за пределы капсулы лимфоузла с перинодальным распространением. Вот, пожалуйста, пример есть. Это опухолевый депозит в жировой клетчатке с локальной диссеминацией по брюшине и лимфатический сосуд с опухолевым эмболом, метастаз с выходом за пределы капсулы. Надо сказать, что не все узловые образования, которые мы находим в жировой клетчатке малого и большого сальника, являются лимфоузлами или являются метастатическими лимфоузлами. Это могут быть опухолевые депозиты, которые не являются частью непрерывного распространения, но они подлежат стадированию по ТНМ. И вот эти опухолевые депозиты в малом и большом сальниках относятся к категории М1. Безусловно, в работу должны пойти все лимфоузлы, всех групп. Далее, после того, как забраны все нужные фрагменты, края резекции, фрагменты опухоли, все лимфоузлы по группам, выполняется проводка и микротомия в стандартном режиме, и препараты поступают патологу. При формулировании патологоанатомического заключения в нем должна быть отражена вся информация, которая имеет значение для определения прогноза и дальнейшей тактики лечения, а именно гистологический тип опухоли, степень ее дифференцировки, уровень ее инвазии, наличие перий и интроневральной, и сосудистой инвазии, проведенной неодевантной полихимиотерапии, оценка степени лечебного патоморфоза, статус краев резекции, статус лимфоузлов и распространение свободных опухолевых клеток в жировой клетчатке, если оно имеется, описание отдаленных метастазов, к которым, повторюсь, относятся отдельные опухолевые депозиты в жировой клетчатке малого и большого сальников, и далее стадирование по ТНМ. Я уже больше года занимаюсь патоморфологическим исследованием удаленных желудков, через мои руки прошло уже более 100 макропрепаратов, в общем-то это такая очень масштабная и долгая работа, должна же она вообще к чему-то приводить. Мы решили сравнить стадии клинические и патологоанатомические, которые мы выставляем на основании своего исследования. И в анализ были взяты желудки с первичной опухоли, то есть не рецидивные, кроме того, не подвергающиеся лечебному патоморфозу, то есть без неоладивантной полихимиотерапии. И выяснилось, что в 24% стадия не изменилась, но это означает, что в 76% она подверглась изменениям. В 36% изменения было в категории Т, в 14,5% в категории Н, в 24% было изменения в двух категориях, это либо ТН, либо ТМ, либо НМ. Выборка была, конечно, небольшая, вот в статистику попал один случай, где было изменение всех трех категорий, но дело в том, что их больше, просто не вошли в статистику, так как это были желудки после неоладиванта. Есть единичные случаи конверсии стадии СТ1 в ПТ-ин-ситу и в ПТ-2, также единичные случаи конверсии СТ2 в ПТ-1 или в ПТ-3, но наибольшее внимание заслуживает стадии СТ-3. Видно на диаграмме, что произошла конверсия в 20% случаях в ПТ-1, в 45% случаях в ПТ-2 и в 30% в ПТ-4. Ну и также аналогичные диаграммы по лимфоузлам. И как вывод я хотела бы ответить на тот вопрос, который поставлен в названии моей презентации. Рутинное исследование или что-то новое? Мне бы, конечно, хотелось сказать, что мы делаем что-то новое, невероятно интересное, но на самом деле мы просто тщательно выполняем свою работу, потому что, несмотря на понимание молекулярно-генетических закономерностей, на то, что развиваются возможности таргетной терапии, все же основными прогностическими факторами являются характеристики самой опухоли. И в завершение я хотела бы поблагодарить организаторов форума. Это очень интересное масштабное мероприятие. Я очень рада принимать в нем участие. И отдельная благодарность 4-му хирургическому отделению неонкологии имени Петрова, возглавляемого Алексеем Михайловичем. На мой взгляд, сложилось очень хорошее профессиональное отношение. Я очень этому рада. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ А мы как раз рядом со мной сидит Ласадилович Роман, главный врач и главный онколог Ленинградской области, и мой учитель. И он мне много лестных слов наговорил о команде. Ну и я, честно говоря, видите, как сидишь за микрофоном и хвалишь своих, и себя тоже приятно. Скажите, пожалуйста, есть вопросы к докладчице? Пожалуйста. Спасибо за доклад. И титанический труд мы видим. Такой вопрос. Мне кажется, что вот такими результатами, которые на последних слайдах вы демонстрировали, вы немного смазываете ту благостную картину диагностики дооперационной ваших коллег. То есть мы видим достаточно большие проценты расхождения и в стадиях, и в объеме пораженных лимфатических узлов, и в других. То есть как это вот коррелирует с успехами, доложенными ранее ваших коллег? Спасибо. Ну, успехи моих коллег, конечно же, несомненные, и у меня не было целью как-то вот замазать их работу. Просто это факт. Это то, что есть, это то, что вот мы посчитали, это, в общем-то, результат моей работы. И выборка, конечно, не очень большая. Я думаю, что мы будем продолжать работу в том же духе. Нужно исследовать макропрепараты достаточно тщательно. Я думаю, через какое-то время можно будет уже делать выводы. Может быть, в содействии с, например, Инной Дмитриевной, которая тоже свой доклад сегодня представила, специалист КТ. Я думаю, что мы вот можем все вместе объединиться для того, чтобы найти пути, скажем так, улучшения диагностики. Я бы, может быть, немножко по-другому отвечу. Здесь никаких противоречий нет. Дело в том, что улучшать результаты можно только тогда, когда мы слышим друг друга. Как в реальности это работает? Мы получаем заключение от компьютерной томографии, идем в операционную. Если мы видим малейшее расхождение, Инна Дмитриевна приходит в операционную и имеет информацию. После того, как мы удалили желудок, мы отправляем морфологам. Морфологи дают информацию нам. Мы сравниваем, что было на операции, что получили гистологически. Есть расхождение – мы встречаемся. Есть расхождение с данными компьютерной томографии – встречаются между собой рентгенолог и морфолог. И вот только путем вот такой коммуникации мы приходим к тому, что у нас становится лучше заключение. Естественно, мы в пути. Мы не дошли еще до конца. Но мне кажется, что основная задача – это создание дружной команды, которая введена не только профессиональными интересами, а в том числе и человеческими. Тогда все получается. От хирурга ответ морфолога – давайте дружить, и все будет нормально. Уважаемые коллеги, еще вопросы есть? Да, да, конечно. Скажите, пожалуйста, не пытается создать дружную? Как же равномерный форму РОУС-каз? Я думаю, в этом вопросе уже существует достаточно классификации, они работают. Они работают по-разному. А надо какую-то ракету. Было бы это интересно, можно было бы назвать эту классификацию моим именем, но вот все-таки мы пока работаем по тем, как сказано, какой имелец. Андрей Захарович, сделаем, сделаем. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...